Всем привет! Вы сами видите, как долгие годы я и множество других исследователей реального прошлого пытаемся воссоздать хотя бы часть реальной истории человечества. Теперь все мы уже хорошо понимаем тот факт, что каждая новая историческая эпоха начиналась с искажения и фальсификации прошлого прежней. Каждый победитель с ног на голову ставил историю побежденного. Сегодня мы не будем анализировать причины вот такой вот явной тенденции. Сегодня мы поговорим о том, почему после тотальной фальсификации нам так сложно восстановить наше реальное прошлое. И по-моему причина этого не только в непонимании принципов совершенно иного научно-технического уклада или иерархии исполин гигант-человек. Скорее всего мы просто не понимаем саму суть и смысл жизни людей прошлых цивилизаций, который с наибольшей долей вероятности был чисто мистическим. Сегодня, несмотря на существующие религии, адептами которых является львиная доля населения человечества, это же человечество смело можно назвать материалистическим. Мистика в наше время считается чуть ли не больной фантазией некоторых городских сумасшедших. Вот, посмотрите сами, определение мистики. Вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом якобы связан и способен общаться человек. Как я уже указал, в современных религиях осталось очень мало мистического. Но вот интересно, практически все, так сказать, древние культы и учения были именно мистическими. Помните, гностицизм, суфизм, каббала. Со времен самой ранней античности, с древней Греции, практиковались мистерии, то есть в прямом переводе связь с теми самыми сверхъестественными силами. В общем, вся жизнь допотопных людей была просто пропитана мистицизмом, то есть прямым личным общением, слиянием и постижением реальности сверхъестественных сил. Сегодня, в практически утративших мистицизм мировых религиях, под этими сверхъестественными силами понимается исключительно Бог. Но вот мистики прошлого, похоже, общались целыми сверхъестественными цивилизациями. Вероятно, что и мы сами являемся частицами тех самых сверхъестественных цивилизаций. О чем, по-моему, напрямую свидетельствует наличие у нас личного бессознательного. Представьте, все мы имеем сознание или в психологии сознательное, которым мы мыслим и ощущаем окружающую действительность. Но вот в структуре сознания существует и некое бессознательное. Я думаю, это как раз есть душа, или точнее, ее усеченная память. То есть, мы понимаем, что в этом своем воплощении люди не помнят, что происходило в их прошлых жизнях. Так как память всей души по условиям этой игры заблокирована. Но опыт прошлых жизней оказывается оставлен в личном бессознательном. Оставлен в виде тех самых психологических комплексов или триггеров. То есть, выводов, которые сделала наша душа, пережив массу событий в прошлых своих жизнях. Вывод. Наличие бессознательного в структуре нашего сознания. Похоже и есть прямое доказательство мистической природы каждого человека. Утрата понимания роли мистицизма в жизни допотопных людей не позволяет нам представить их истинный образ. А также их логику действий при исторических событиях. Принципы технологий. А также их физические и умственные возможности. В этом фильме я поделюсь с вами тем, что мне удалось склеить из дошедших до нашего времени информационных обрывков относительно мистицизма. Или проще о тех самых сверхъестественных силах. Последние исследования, проведенные в России и в Нидерландах, показали, что в постковидный период болезни позвоночника стремительно помолодели. А вот к врачам обращаются единицы. Остальные сидят на таблетках и уколах или же привыкают вечно жить с болью. Терпеть боль в спине опасно. Тем более есть простой, доступный и эффективный способ. Это запатентованная методика лечения практически любых болей в шее, спине и пояснице Кордус Сакрус. Методику Кордус Сакрус используют в 48 странах мира, а также в Западной Европе и в Северной Америке. И по мировым данным применения Кордус, эффективность метода составляет 97%. В России методика Кордус Сакрус, созданная челябинским нейрофизиологом Юрием Корюкаловым, только набирает известность. С 2019 года регулярно награждается правительством, как лидирующая в экспорте. Методика Кордус Сакрус основана на принципах мануальной терапии. Она безопасна и нетравматична, даже в хронических случаях. Давление аппарата ограничено весом человека. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на 3 см, что снимает спазм, ключевую причину боли в спине. Столь глубокую проработку не обеспечивает никакой другой мануальный или аппаратный метод. Методика Кордус Сакрус эффективна в борьбе с такими патологиями, как спазмы мышц позвоночника, межпозвоночная грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз и другие. Своевременное использование аппаратов Кордус Сакрус повышает эффективность лечения на 40%. Особенно, если вы старше 30 лет. Цена одного аппарата всего около 5000 рублей, как пара сеансов массажа. Только аппараты, в отличие от массажа, покупаются один раз на всю семью и на долгие годы. Для того, чтобы заказать данные аппараты по промокоду iSpeak, перейдите на официальный сайт Кордус Сакрус в описании под этим фильмом. Также их можно заказать на Озон. Итак, сегодня у нас очень важная тема для дальнейшего понимания. Это будет у нас еще одним ключом для вообще осознания себя самих. То есть, что такое разум вообще? Что такое наш разум в частности? То есть, каждого из нас разум. Что такое общий разум и что такое разум частный? Откуда он взялся? Кто мы такие вообще есть? Что происходит с этим разумом, ну по крайней мере нашим частным, после смерти? И как мы взаимодействуем с общим этим разумом? Что это вообще за субстанция такая, этот общий разум? То есть, такие краеугольные темы, которые однозначно знали наши предки. И на этом строились их так называемые религии, которые на самом деле были, как мы теперь понимаем, единой верой, в единого Бога. Что такое Бог, мы тоже с вами уже понимаем, это некая субстанция создания. И сейчас мы как раз с этим всем разберемся. Но также мы понимаем, что современные религии, они имеют далекое отношение к этому всему, но они тоже появились не просто так. Сейчас нам надо понять вот этот механизм, то есть, своего собственного разума, взаимодействия с разумом общим и что с нашим разумом происходит после смерти. Конечно, с точки зрения современных религий, которые отделились у нас после распада единой веры и единому Богу, это все будет считаться ересью. Потому это, конечно же, нельзя выносить на публичные каналы типа Ютуба. Как вы уже поняли, этот фильм из наших непубличных каналов, которые размещены на сайтах спонсор.ру и Бусти. По вашим многочисленным просьбам я выставил данное видео на Ютуб. Конечно, здесь вы его увидите из-за цензуры этого Ютуб с большими сокращениями. Из-за них многие не поймут сути выводов данного фильма. Поэтому для тех, кому интересно мое историческое расследование, подписывайтесь на наши непубличные каналы на сайты спонсор.ру и Бусти. Ссылка будет в описании под этим фильмом и в закрепленном комментарии. Здесь я публикую главную часть своих работ по восстановлению реального прошлого. И как вы уже поняли, для данного воссоздания мне понадобились знания из множества несмежных с исторической науке областей знаний. Астрологии, психологии, метафизикой и теперь мистицизмом. Это, опять же, мое предположение, собрано из множества различных фрагментов, проанализированное и выстроенное в единую цепочку. Я накидал несколько тезисов, которые сейчас нам помогут осознать себя. Да, может быть, немножко все это не так. Может быть, это сильно не так. Но, по крайней мере, если проанализировать оставшиеся источники у нас, которые остались в различных религиях, плюс включить логику и криминалистический метод, вот такая картина сейчас сложится. Это будет моя первая скромная попытка определить вообще и сформировать суть самого бытия и нашего места в нем. Все это нам поможет приблизиться к так называемым запретным знаниям. Ведь еще раз, все это действительно знали при единой вере единого бога и межпотопную цивилизацию. И однозначно знали в античную цивилизацию. Этим пользовались, взаимодействовали с высшим разумом, своим разумом, понимали суть своих перевоплощений. Это у нас сейчас в восточных религиях все осталось. Так что, я думаю, вам будет сегодня очень интересно. И вы найдете много параллелей. Конечно же, нам еще работать и работать в этом направлении. Это настоящая теология. И вы видите, сколько институтов этих теологических различных конфессий занимаются ответами на эти вопросы. Но также мы понимаем, что в большей части все они, как и фальсификаторы истории, скрывают самую главную суть. Для того, чтобы человек не осознал себя. Также этим пытаются заняться очень многие секты, различные направления, новых религий. Та же Аллатра. Но опять они делают это все в своих целях. А мы с вами не хотим идти никаким целям общественным. Нам нужно с собой разобраться. То есть, я вас не учу, не строю никаких тех же сектантских организаций. И все, как вы понимаете. Мы просто с вами хотим разобраться. И каждый это воспринят, конечно же, по-своему. И как мы с вами поняли, без этих знаний, то, что мы сейчас выявили, которые являются ключом, мы сейчас все быстро очень начали вскрывать. То есть, без этих знаний мы не разберемся в реальной истории. Не разберемся мы и в настоящем, и не сможем строить прогнозы на будущее. То есть, действительно, мы понимаем, что эти 12 рас, у них у всех различные архетипы. Все это связано с астрологией. Как это работает, вообще непонятно. Это связано с психологией, но это более понятно. То есть, как эта матрица в астрологии, так влияет через даты рождения. Хотя мы тоже все разные. Мы понимаем эти 12 рас, понимаем 12 направлений. Эля, его детей, строивших террасы, войны, которые между ними происходили, глобальные катастрофы. То есть, мы уже понимаем, зачем. Это все система. Система нижних миров, в которой мы находимся после того, как Индра отделил небо от земли, устранив там все бинарные противоположности в верхних трех мирах, то есть, делав три шага в наших мирах. Причем, сюда входит не только наш материальный мир. Туда оказывается, миров-то 7, он только в трех высших это все сделал. Устранил бинарные противоположности. То есть, четвертый ментал, или там первый в различных, там у Левашова. Ну, один из менталов, астрал, эфир и мы. Получается, в понятии, это все земля. И население эфирного мира, и астрального, этого ментального, везде же оно происходит. Вот оно у нас получается земля. Но мы в этом сейчас дальше разберемся. Итак, тезисы. Я сейчас буду их зачитывать, чтобы меньше сбиваться и сократить время фильма. Ну, и заставлять картинками. Потому что я их вот выписал на бумаге и попытался склеить в определенную конструкцию. Если это долго растягивать, просто действительно вы ничего не поймете. Первый тезис. Разум возник не в материальном мире, он возник в надмирах. Точнее, в самом высшем. Материальный мир во всех его проявлениях создан именно разумом. Тезис второй. Конкретно в материальном мире этот разум всепроникающий. Он действует во всех живых организмах благодаря некой сетевой структуре. Причем, это структура связи. Она связывает все объекты разума с главным его центром. Этот общий разум, вводим термин, общий разум, лучше представить в виде некого информационного всеобъемлющего поля, в котором действует какая-то программа, которую и называют матрицей. Тезис три. Биологические объекты в материальном мире получают разные уровни или разное количество этих частиц общепроникающего разума. И получают эти живые организмы в зависимости от своей сложности. То есть, микробы в меньшей степени, они более простейшие живые организмы. Насекомые чуть больше, млекопитающие еще больше. А вот человек, мы сейчас с этим разберемся. То есть, какую часть этого разума он получает. Тезис четвертый. Как появился сам разум, мы не знаем. Согласно индийских вед, он называется Абсолют. И находится в самом верхнем из надмиров. А этот верхний из надмиров самый разреженный. Но разреженный, как мы понимаем, относительно нашего материального мира. Потому что все строится сверху вниз. Знаем мы и то, что разум для своего развития делится на бинарные противоположности. Создавая для этого площадки. То есть, находясь в самом верхнем из надмиров, он создает более плотные нижние миры. Где и происходит его деление на различные противоположности. При этом в самом верхнем надмире, где и находится общий разум, он остается неделимым. Нижних надмиров мы сегодня знаем семь. Но это опять работы Левашова. То есть, четыре ментальных мира. Астральный, эфирный и материальный. При этом в самом нижнем нашем материальном мире, самое большое количество бинарных противоположностей намного выше, чем в верхних надмирах. То есть, в том же эфирном, который нас строят. В том же астральном, который строят эфирный. И в одном из менталов. А вот в трех высших менталах, получается, бинарные противоположности Индрой и Брахмой были, в общем-то, устранены. Был создан божественный мир, после чего Брахма пошел спать. И многие здесь спрашивали, действительно, это есть та самая ночь сварога. Но в этом мы с вами еще разберемся. Тезис пятый, который касается концепции Кейпера. Ее мы уже с вами рассматривали. Получается, одно из трех высших проявлений разума, Индра или Брахма. А эти три проявления высшего разума и есть Тримурти, Вишну, Брахма, Шива. Сделав три шага, устранил бинарные противоположности в верхних трех менталах. А затем разделил землю от неба. То есть, получается, эти три ментальных мира, в которых устранены бинарные противоположности, он сделал божественным миром или небом. А четыре оставшихся мира, Астрал, Эфир и один из менталов, я думаю, можно назвать землей. То есть, четырьмя мирами, различными по плотности, где и действуют бинарные противоположности. Причем действуют как основной принцип развития. Что получается? Что эти верхние надмиры, в которых происходила борьба даже между Вишну, Брахмой и Шивой, достигли своего пика развития. Став божественным миром и действительно противоположности изначальные были устранены. То есть, мы считаем божественный мир развитым. Там у них все развитие произошло. Но почему-то далее все население этих миров, опять мы за раастризмом потом коснемся, это те самые описанные души, на которых выделил из себя тот же Абсолют. Ну, видимо, через Брахму или сам он их выделял. Или Брахма выделил их из себя не просто четыре, как это проекция в наш материальный мир. А вот эти вот миллиарды душ были выделены, с которыми, согласно зороастризму, Бог в виде этого Триморти начал договариваться. И разделил их на три группы, которые будут иметь свою свободу воли и играть. Группа, которая не будет иметь свободу воли и станет животными. Это пока принципы зороастризма, рассказываю. И группа, которая отказывается играть, сохраняет за собой свободу воли. Они бестелесные у нас существа, там в виде домовых они их рассматривают. Но смысл в том у нас получается, что действительно верхние надмиры, это и есть божественный мир, который идеален. А наши миры продолжают свое развитие. Может быть, там еще этих миров будет дальше построено непонятно сколько. Только потому, что мы тоже становимся богами, в общем-то, как вы понимаете. И мы тоже создаем свои виртуальные миры, там и какие-то еще. Но какие миры создадим мы, пока не ясно. Как, допустим, если жители эфирного мира, просто они менее плотно, у них те же одежды, те же воины происходят какие-то. Он чуть-чуть лучше, может, нашего мира, этот эфирный, он тоже неизвестно. И он же создает нас. Я это все вам показывал. То есть, эфирное вещество все вот создает, передает энергии, то есть, наш материальный мир. У нас бинарных противоположностей больше. Здесь идет самая такая серьезная игра. Но создан ли более плотный мир или нет, непонятно. Но это не кремниевый мир. То есть, весь мир, который мы с вами наблюдаем, это и есть материальный мир. Кремниевый, это просто другая форма жизни материального мира. А вот какой мир строится за нас счет, за счет материального мира, мы пока не понимаем. То есть, это закрытая информация, мы ее не знаем, строится ли он вообще. Но наш мир тоже стремится, так же, как и эфирный, астральный, в котором есть битва противоположностей. Он тоже стремится к устранению этих противоположностей. Ну, скорее всего, это будет идти поэтапно. Сначала в астральном будут они устранены, потом в эфирном, может быть, в астральном уже, в общем-то, это все устранено. Но, тоже по описанию мифологии, там же частично жизнь богов описана, которые здесь воплощаются, там, из астральных миров. То есть, получается, что, видите, какая интересная вещь, что Зевс, да, он воплощение Абрахмы, но он воплощение, скорее всего, в астрал. Потому что мы понимаем, что астрал тоже земля. Потому он у нас и играл здесь, приходил к Семейле в виде грома и молнии, когда она ему сказала, покажи свой стенный вид. То есть, он материализовался и в эфирном, и в астральном. Получается, что вот этот Эль, он играл не только в материальном мире. Или Эль просто его воплощение, аватар в материальном мире. А еще вот Зевсом, получается, он играл там, в эфирном и астральном. Но это сложно пока понять, то есть, погиб он там или нет, или там дальше игра продолжается, непонятно. Это все очень сложно, как матрешка. Нам сейчас, давайте все-таки дальше будем понимать, уберем пока эфирный и астральный, и вот уберем, как это делают религии. Они небо и земля. То есть, небо это там где-то, хотя для нас тоже эфирный и астральный мир небо. Но там противоречия не устранены, противоположности, там идет игра. А вот те три верхних надмира у нас небо, где сам Брахма находится, который сейчас, видимо, спит. Играют его различные аватары и воплощения. И земля, вот наш материальный мир, который нас интересует, чтобы не усложнять. Потому что это, оказывается, такая сложная тема. Потому религии, кусками это все нам и давали. То есть, сохраненные знания, но никто их толком понять не мог. Вот мы сейчас пытаемся разобраться. Тезис шестой. Согласно зороастризма, там, в высших мирах, в этих трех высших мирах, где были устранены бинарные противоположности, Бог, видимо, в виде этого триединства или высший разум, тот самый всеобъемлющий, выделил из себя миллиарды частиц. Зороастризмы, они названы душами. Но мы понимаем, что это сущности, а не души. Потому что душа это часть сущности, находящейся в эфирном мире. А эти сущности были выделены в менталах, то есть, в более высших мирах. Они же и есть население вот этого вот божественного мира. И эти же миллиарды сущностей из высших менталов божественного мира, в котором устранены бинарные противоположности, воплощаются в материальный, эфирный, астральный и нижний ментальный миры. Ну и тут самое главное, что нам нужно будет в дальнейшем понимание, я это еще раз повторяю, что одна, как мы знаем из зороастризма, группа сущностей, вот этих вот, она согласилась играть со своей свободой воли. То есть, Бог в зороастризме Ахура Мазда, он разговаривал с теми сущностями, которые он у себя выделил. И вел с ними диалог, договаривался. И вот одна из групп сказала, да, мы будем играть, получаем свободу воли, и идем на воплощение во все эти, ну то есть, с неба на землю. Другая группа сущности отказалась от свободы воли и стала животными. Запомните, отказалась от свободы воли и стала животными. Нам это будет сейчас очень интересно и нужно. А третья группа, она отказалась играть. То есть, сохранив свою свободу воли, просто сказала, ну мы не хотим туда перевоплощаться. И они, в принципе, видимо, какую-то задачу получили. Благодаря своим физическим возможностям, они могут проникать, находясь в высших надмирах, во все нижние миры в виде различных там домовых, как зороастризм описывает, и других бестелесных существ. Вот это интересно. Может быть, они играют какую-то роль ангелов-хранителей. Потому что у нас очень много, допустим, в том же исламе у нас есть определенное количество милеков. 40 милеков, которые там одни за, другие против. И там, опять же, божественный мир ангелов. То есть, кто в этот божественный мир ангелов входит. Видимо, вот эти вот, которые отказались перевоплощаться, они как-то получили свои функции помощи, скорее всего, я так думаю. А вот эти группы, которые относимся мы, которые перевоплощаемся, им некогда, они все время перевоплощаются и растут вот с нижних миров туда, в верхние в астралы, в эфиры, там проходят. Потом они попадают все опять к самому абсолюту, пройдя, накопив для него нужную информацию, как челки слетаются в этот абсолют, набирая, и он их опять разбрызгивает. Вот этот процесс какой-то такой постоянный. И в буддизме, в нирвану идешь. То есть, в нирвану это только часть твоя. То есть, тебя выделили, ты прошел все это, пробился, дергался, дергался по всем вот этим подъемам. Потом дошел опять до абсолюта, передал ему информацию, он так развивается, и опять тебя разбрызгнуло. Тезис седьмой. В каждом из этих четырех миров, которые мы называем землей, то есть в нижнем ментале, астрале, эфире и в материальном мире, идет своя игра. И в каждой из этих миров перевоплощаются те самые сущности из верхнего надмира, которых миллиарды, согласно своему уровню развития. Но мы с вами еще раз можем судить об их игре там только со стороны материального мира. У нас сравнение подобий только с ним. Как там игра происходит, неизвестно. Как здесь, мы с вами видим. А теперь пошли самые главные тезисы. Тезис восьмой. Получается, что в материальном мире эволюция или та самая изменчивость по Дарвину, которую он применял ко всем биологическим объектам, невозможно без вмешательства разума, который, как мы понимаем, действует в виде единого информационного поля. Что мы знаем об этом едином информационном поле, которое у нас является и единым разумом, и следствием Абсолюта. То есть это вообще все внутри Абсолюта, грубо говоря, происходит. Все эти миры, которые строятся. Ну, размеры Абсолюта понятны, которые в верхнем надмире находятся. Ну, примерно как-то так. То же самое выводит на это индуизм и некоторые другие. У нас оставшиеся неискаженная информация о религии. То есть что у нас получается? Что вот это информационное поле, оно действует, ну, любое поле волновое. Там идет какая-то передача материи. То есть что такое волны? Это вот у нас электроны наши там или атомы, как колыхнули, и они вот передали эту волну. То есть вот что такое волна по физике, если взять. Но мы понимаем, что в каждом из надмиров существуют менее плотные, так сказать, элементарные частицы. И свои атомы там, всерод в эфирном мире. Так вот, мы понимаем, что в верхних надмирах, или в самом верхнем, самом тонком надмире, где находится Абсолют, который это все и проецирует, в нем своя физика. И там самая неплотная материя. И она волновая. И вот эти мысли, помните, мысли материальные. Это и есть. То есть получается наш человеческий мозг, он вырабатывает и принимает вот эти вот волны верхних надмиров. Может быть у него какие-то частотные заградители там стоят, он не может всю эту информацию полностью скачать. Но в каком-то плане он получает и оттуда информацию, и передает туда. И мы находимся в этом информационном поле. А это поле действует по определенным законам программы, которые называются матрицей. Вот, допустим, простой пример. Инстинкт животных. Мы их сейчас подробнее разберем. Перелетные птицы. Все всегда задают вопрос. Как у птиц такой маленький мозг? Они толком только живут инстинктами, не проявляют никаких чувств. Но опять о чувствах мы сейчас разберемся. Как они, допустим, перелетают? Как они строят маршрут? Где у них навигация работает? А все просто. У них в мозгу этой навигации нет. Они подключаются этим инстинктом к единому информационному полю и выполняют эту программу перелета. Вот что самое интересное. То есть получается, что на животных в виде инстинкта, на людей в виде инстинкта, действует вот эта вот программа, которая задает постоянно нужное направление. То есть и перезагружает. Но при этом, чем человек отличается главным от животного? Человек отличается тем, что он себя осознает. Мы тоже об этом дальше поговорим. И вот когда у человека появляется чувство, любовь, ненависть, страх. А страх и инстинкт самосохранения это разные вещи фактически. То есть чувства и инстинкты это разные. И вот человек отличается от животного тем, что он имеет божественные функции как раз определенного набора чувств. Тезис девятый. Все биологические объекты материального мира, микробы, деревья, трава, любые виды животных, они создаются целостными и конечными, что определяется программой, вложенной изначально в их ДНК. А это говорит о том, что никакой эволюции самостоятельной и изменчивости видов не существует. Сколько лягушку, не бросаясь с пятого этажа, у него крылья от страха не вырастут. То есть получается, чтобы изменить внешний вид, какие-то функции, то есть апгрейд животному сделать, нужно залезать в его программное обеспечение. То есть в молекулу ДНК, которая является этим носителем. И это может сделать только высший разум. Видите? Или кто-то, кто хочет это сделать, через высший разум. Это что касается божественных систем. То есть наши предки имели такое воздействие. Они видимо воздействовали, действительно. Помните, как он резал кровь, искусственный антропогенез. И через высший разум, читая определенные мантры, получалась передача на расстояние, через это же поле. Сейчас мы делаем это через материалистическую науку, генетику. Там они копаются в генах, там что-то выбирают, что-то добавляют, какие-то хромосомы. То есть механически. А тогда это делалось с использованием этого высшего разума. То есть наши прошлые цивилизации имели какой-то доступ туда. Ну в зависимости от своего уровня развития. То есть чем выше цивилизация, тем видимо она больше доступа туда получает. То есть вот эти вот души или сущности, которые играют на более высших уровнях, им больше доверия, они больше пользуются вот этим вот единым разумом. Могут уже влиять на изменчивость видов сами, сами люди. Но в основном делает это все высший разум. То есть он заселяет эти все засевы животного мира, флоры и фауны на планеты. Потом он может сам изменять, смотреть благодаря своей программе, как уживаемость идет, создавая эту целую экосистему. Но может выйти и вот этот вот один из миллиарда сущностей, который допустим хочет изменить. Если это не влияет на что-то, свои фильтры видимо какие-то, он пытается допустим сделать химеру. И высший разум смотрит и дает ему это сделать. Хотя где-то высший разум может и пропустить. То есть он же дает возможность этот высший разум создавать там и опасных химер и еще чего-то. То есть дает возможность человеку в общем поиграться по полной. А у нас очередная веселая история. В общем, очень интересно работать в нестабильном мире, где правила игры постоянно меняются. За время продажи наших книг мы поменяли несколько площадок хранения и доставки. Выбрали ту, что на наш взгляд была самой удобной для заказа и самая быстрая по доставке для наших зрителей. Хорошо мы с ними поработали 4 месяца. И казалось бы, только успокоились, как они решили поднять цену за хранение в 6 раз. Вот такой сюрприз. Итак, запускаем глобальную распродажу на нашем сайте ispeak.ru. Для самых быстрых книги будут ниже себестоимости. Если вы давно хотели, но не получалось приобрести, то сейчас самый выгодный момент. Спасибо вам за поддержку. Итак, мое главное предположение и 10-й тезис. Если изменчивость и эволюция существуют, то это только изменчивость и эволюция самого разума, который представляет из себя некое информационное поле. Оно, это поле, как мы теперь понимаем, проникает везде, оно вездесуще, во все надмиры. Там оно делится на противоположности, где происходит игра. И там же это поле развивается вот этим потоком. И эти души, крутящиеся, помогают или сущности, которые в нирвану доходят и опять распространяются. Но это уже такие процессы. То есть, вот этот верхний разум, он таким образом собирает всю информацию, все опыты, которые происходят в различных надмирах, все чувства и в себя аккумулируют и опять разбрасывают. И этим самым развивается именно он. А все остальное, развитие любой материи, что в материальном, что в эвирном, что в астральном надмире, оно происходит только благодаря вот этому разуму. То есть, он корректирует для себя, так сказать, театральное пространство или там еще какое-то пространство. То есть, все это, что нас окружает в виде нижних биологических существ, и всего остального, это просто реквизит на театральной сцене. А главное идет сущность развития самого разума этого. То есть, он развивается и согласно своему развитию он и подстраивает под себя, изменяет этот реквизит. Тезис 11. Для нашего с вами восприятия этот общий разум является надбиологической субстанцией, которую мы с вами для простоты понимания и называем Богом. То есть, этот общий разум это огромное поле, очень тонкое, самой тонкой из материи. Оно является абсолютом. Абсолютом. И этот абсолют, в общем-то, как можно, какой вывод сделать из индийских вет, он и решил, помните, как рассказывал нам Андрей Бухарин, он находился сам с собой в экстазе, потом он разделился. Но для этого он создал более нижний мир, более плотный, в котором он уже играл как два. Потом он начал делиться на три и пошли вот эти вот все разделы противоположности. Но они опять в геометрической прогрессии идут. И к нашему миру, хотя бы седьмой, но тут уже этих противоположностей миллион стало. То есть, плохо, хорошо, мужчина, женщина, там красная, белая, там синяя, черная, там вот в таком порядке. Мы только противоположности в астрологии теперь понимаем. Вот две основные противоположности. Это у нас линия жизни, вода против огня и небо против, на левославной линии, небо против земли. Вот две только противоположности. А потом у них еще есть сдвиг этих на мальтийский крест, хорошо, плохо. А еще есть женское, мужское триединство. И тоже самое там происходит. То есть, два треугольника, а есть еще два квадрата. Это уже вот функции самого Брахма. Его четыре головы, они тоже сдвинуты на плохо, хорошо, мужчина, женщина. И вот этих противоположностей, там, миллиарды и миллионы получается в геометрической прогрессии. Ну, я к примеру говорю, то есть, не миллиарды, миллионы, конечно, их меньше. Но, вот эти вот противоположности, они имеют огромное количество. Но в верхнем мире было так. То есть, мы имеем дело с какой-то субстанцией. Как веды пишут, что внутри нее все происходит, этого яйца. И внутри себя, она и строит, просто ее размер, ну, непонятен. Мы там, функции времени, размеров, тут тоже непонятно. Все надмиры, получается, внутри нее, как в матрешке, происходит. Она все, всеобъемлющая. Ну, тогда же она получается конечная. А может и нет. Может она и бесконечная, эта субстанция. То есть, вот насколько все это интересно. И как устроено вообще все мироздание, тоже очень интересно. Мы вот с детства знаем, спрашивали на уроках астрономии, там родители, а что вот, когда космос закончится, что за ним? А он бесконечно. Как? Он должен же быть какой-то конец. Нет, он бесконечно. такая вот материалистическая теория. Но, мы теперь не понимаем, что такое конец, там, лента Меобиуса нам одно показывает, такое-то развитие другое. То есть, чтобы не ломать голову, мы его воспримем пока конечным. Вот у нас яйцо этого общего разума, то есть, это абсолютно не просто точка, где он сидит, а это вот все вот это вот поле. Да, но точка в каком-то пространстве. Но вот это все, что происходит, происходит внутри него. Строю. Все эти сель надмиров находятся внутри него. Может быть, там еще построятся, там будет 20 когда-то таких надмиров. Это все будет происходить внутри него. Вот примерно такое мое предположение. Мы с вами предположили, то что существует некое поле разума. И у нас этому есть небольшие подтверждения. Конечно, не из фантастической литературы, но мы уже с вами и Гарри Поттера понимаем, и Дивергент, и множество других фильмов. И вот интереснейший фильм «Звездные войны», который он тоже очень много разложил. Борьбу двух этих видов империи против республики, которые мы с вами уже понимаем, что-то земщина и опричнина, та же самая в переводе. И там у нас как раз торговая федерация указана. То есть мы там видим вот это вот разделение, вне государственная система, вот эта торговая федерация. Но что нам «Звездные войны» еще открывают? В определенный период времени жители галактики впервые ощутили энергетическое поле, которое пронизывает и связывает всю Вселенную. Из-за своей мистической и могущественной природы это поле получило название «Сила». Причем восприимчивость к силе является следствием заражения крови человека особыми симбиотическими микроорганизмами мидиохлорианами, которые дают возможность своим носителям управлять материей и энергией. У силы есть две стороны. Созидательная светлая и разрушительная темная. Существует и баланс, равновесие этой силы. То есть баланс это Сурья, Вишну, Судья, смотрящий за борьбой Брахмы и Шивы, Созидателя и Разрушителя. Помните наше три единства, три мурти? Но при этом нужно помнить то, что все три есть одно. Итак, что здесь интересного? Да, это информационный след. То есть те, кто создает эти фильмы, они действительно пользуются какими-то источниками. Но перекладывают их, конечно, на сценарий. Ну вся модель там фактически видна. Вот этой межгалактической борьбы империи республики, торговой федерации. И вот они говорят о чем. Только они здесь выделяют тех, кто имеет из людей эту восприимчивость к силе. Те, кто заражен этими мидиохлорианами. Но скорее всего, все люди заражены определенным количеством этих мидиохлориан. И они, может быть, предположительно являются помощником носителя разума. То есть чем отличается животное от человека? Даже высшие животные. Они не говорят, то есть у них чувства ограничены. То есть у них нету такого разума. Вот как происходит очеловечивание, процесс искусственного антропогенеза? Чем является ген этот бог? Либо это действительно ген делает из обезьяны при оплодотворении человека. То есть более сложный. Да, генетическое различие обезьяны человека есть. Там несколько хромосом. Но вопрос, может быть, действительно происходит какое-то заражение и у вот этих божественных у всех или у прошлых поколений, которые очеловечиваются люди, развившихся, которые очеловечивают новых, у них кровь заражена сверху вот этими помощниками, то есть приспособлениями для носителя разума божественного и связи. То есть мы сейчас это все рассмотрим. У нас эти мидиохлорианы могут называться митохондриями. И есть как раз в ученом сообществе огромное количество споров. То есть митохондрии помогают человеку. Некоторые говорят, что нет, они вредят. Это митохондриальные заболевания. Но видите, это очень интересная вещь. При этом митохондрии у животных особо не описываются. Вот у человека есть то, чего нет у животных. Метахондрии. Но это пока только предположения из «Звездных войн». «Звездные войны» нам показали природу этого божественного поля, называв его силой. Показали, что у некоторых людей есть восприимчивость, так как у них этих мидиохлориан больше, чем у других. В некоторых частях фильма говорят, что у всех людей мидиохлорианы есть, но у некоторых есть большее количество. Может быть действительно в нашем мире количество, когда он был волшебный, какая-то часть волшебников, они определялись большим количеством митохондрии. То есть о митохондрии еще раз становятся проводникой помощник захождения вот этого высшего разума, который участвует в процессе, допустим, очеловечивания. Но это пока предположение, мы его отодвинем, и все-таки сейчас мы пойдем больше к генетическому разбору. То есть это одно из предположений. Второе из предположений, что очеловечивание геном Бога, и ген Бога целостный сам находится в виде ДНК. Просто вливание ДНК человека в ДНК высших животных, ну в смысле пребывал оплодотворение, когда родившийся имеет половину свойств матери и отца, как из биологии мы с вами понимаем. То есть половина человека получается с животной генетикой, половина наследственность отца, допустим, Бога, с божественной. И там потом происходит от поколения поколения борьба, пожирание либо божественной генетики животного, либо по нисходящей линии не животная генетика из человека, расчеловечивая человека, вытесняя божественную генетику. На это опять влияет, как мы понимаем, вся эта духовность, развитие. Мы же дух развиваем, он связан у нас с этим полем. То есть получается, что в процессе развития это поле и участвует в процессе развития, допустим, человека дальше по ступени восходящего. И нисходящее, это значит поле, уход от поля происходит. И поле менее влияет, люди расчеловечиваются. Вот какая-то такая ситуация. Еще немного о природе самого поля и его программе. Получается, как мы с вами понимаем, это все проникающее поле, внутри которого находятся все наши миры. Оно есть абсолют, оно имеет внутри себя все функции, все чувства, все противоположности и добро и зло в нем же. Мы сейчас об этом дальше поговорим. Но как физически оно действует приблизительно? Мы понимаем, что в нем задействована волна материи самого верхнего надмира, самой тонкой. Это вот в эфирном мире мы знаем по рыбникову всерот, но какой вот в астральном, ну кванты там свет этот, что дальше вообще не представляем, но еще более тонкая материя. И наш мозг ее улавливает, вот эту вот тонкую материю. И мысли наши материальные, мы выделяем в мыслительном процессе эту материю и тонкую, и воспринимаем ее, но в части. То есть все зависит, вот мы с вами такие, как-то сказать, радиоприемники старые, мы не все волны ловим, да, а чем ты выше, тем ты больше становишься, еще и передатчиком становишься в свое время. Ну мы такие. приемника-передатчики на самых простых платах, грубо говоря. Ну сам смысл, скорее всего, сама программа, которая находится в этом поле, она цифровая. Почему у нас конспирологи все о цифрах говорят, там 9-1-1, там различные коды, 23, там все такое. И согласно этой программе у нас и количество богов, если так взять, и Рудр-Шивы, оно все у нас в эти масонские цифровые порядки происходит. То есть это везде следы цифровой программы. И все языки у нас на цифры фактически сделаны, на цифровой программе. И вот то, что я расшифровываю, это тоже, мне кажется, какая-то цифра. Все наши эти херы, алые, это все какие-то цифры, если перевести. Но пока мы в это лезть не будем, это огромные работы на уровне диссертации, в общем-то. То есть поле цифровое работает в цифровой программе, мыслительный процесс этого поля происходит тоже в цифре. Программы кто-то пишет, либо оно само себе пишет, эти программы изменчивости. То есть, если это программная среда, до которой мы сейчас дошли, как фракталы от этого поля, каждый из нас, у нас появилась куча компьютерщиков, мы тоже люди как-то друг с другом связаны, через телепатические связи, незримые, через то, что мы делаем. То есть наша связь выделена между друг другом, через мыслительный процесс, который мы переносим на бумагу, либо как я вам в фильме это говорю, вы это воспринимаете, то есть не прямая передача информации, а через приспособление в виде бумаги, речи, или, ну в принципе бумага и речь, через органы чувств, которые у нас есть в материальном мире. Вот такая вот какая-то ситуация. Но это все в цифре идет. Мыслительный процесс идет в цифре, и все коррективы в молекулы ДНК, везде они все цифровые приемника, передатчики. И получая новое дополнение к программе, они так же делают. А то, что подтверждает вот эту вот гипотезу о медиахлорианах или митохондриях, у нас действительно через микромир идет очень много различных вещей. Как вы слышали, когда был ковид, многие выступали, врачи говорили, что это вирусы. Вирусы, они и вносят в нас какие-то программные дополнения, то есть коррективы в программе. Как-то так получается. Если вирусами болеешь периодически, то у тебя происходит перестройка какая-то. То есть получается, что может быть действительно через микромир это поле тоже работает. И это тоже у нее приспособление. Мы знаем, что этот бог, так называемый, действует в материальном мире в виде приспособлений и обстоятельств. Приспособление он создает в виде микромира, а обстоятельства, допустим, ну и различных там вещей, которые мы с вами уже смотрели. А как его называть? Обстоятельства, это вот эта цифровая программа. И цифровая программа, у нее есть участки для каждого человека, прописаны для социума, для мира. И эти все программы там встраиваются, играют, как вы понимаете, различные знаки, сигналы подают. И вот конспирологи в этом работают и копаются. А мы с вами решили, что мы не отвергаем ничего, никакую информацию не отвергаем. Мы, чтобы собрать все, берем самое лучшее ото всех. И вот мы берем этот конспирологический пласт. Ну а теперь о другом. То есть вернемся к силе из «Звездных войн». Сила, как вы понимаете, как там описано, имеет двойственную природу. Темная ее сторона и светлая ее сторона. силы. И там уход на темную сторону силы. Вот давайте в этом разберемся. Это в принципе чистейший зороастризм. О чем зороастризм говорит? Что зло и добро имеет изначальную природу. В христианстве это по-другому описывается, что Бог был добрый, с Него появился Люцифер и Сатана выделился там. Но на самом деле нет. Вот кажется, зороастризм здесь правее. Что действительно вот это вот природа самого абсолютно. В нем это зло и заложено, и добро. То есть, видимо, во втором мире эти противоположности разошлись. Ну, плюс еще мужчина-женщина. Когда появились вот эти вот от Шивы отделилась шахте, выделилось это женское триединство. Но мы пока рассмотрим добро и зло. То есть, зороастризм о чем говорит? Что функции добра преодолеть зло. Может быть, и у зла есть функции преодолеть добро. А может быть, и нет. Ну, говорят, что все-таки мир-то добрый по натуре. То есть, все-таки, скорее всего, у зла нет функции преодолеть добро полностью. А вот у добра есть функции преодолеть зло полностью. Вот в верхних номерах при устранении бинарных противоположностей это все добра, зла нет. Значит, они все это в божественном мире уже преодолели. А наши миры они по очереди преодолевают. То есть, такое развитие происходит. Ну, нам еще далеко до этого, я думаю. То есть, смысл зороастризма здесь очень такой серьезный. Зло и добро у нас идут изначально. Так же, как в Звездных войнах описывается, что сила имеет темную и светлую сторону. И отсюда тезис. Получается, добро и зло или свет и тьма изначальные признаки или проявления Бога. А Бог это у нас и есть то самое информационное поле. И это информационное поле, как мы понимаем, у нас саморазвивающееся. Оно пронизывает и управляет всеми биологическими объектами во всех надмирах. При этом высшие биологические объекты, которых мы называем людьми в нашем материальном мире, в отличие от животных, имеющих только инстинкт, имеют еще и чувство и самое главное свободу воли. То есть, возможность самостоятельного выбора между добром и злом. Отрывок из Звездных войн. Сильные эмоции вызывают тягу к темной стороне силы. Поэтому основной навык, который должен был освоить каждый джедай, это душевное равновесие. в моем переводе получается, что джедай как раз должен был встать на средний путь. Увидеть в себе или представить в себе Истримурти именно Вишну судью, а не Брахму творца и не Шиву разрушителя. У них своя борьба идет. Получается, что действительно путь Вишну, вот этот путь судьи, наблюдателя и поддерживателя баланса в этой силе, в силе главное баланс, это и есть средний путь. Тезис 13 Он заключается в ответе на вопрос что же такое ген Бога. Здесь мы уйдем от медиахлориана или митохондрии. То есть пока опустим эту гипотезу о влиянии микромира как приспособление перейдем просто к гену Бога. Получается для нас в нашем понимании то, что было применено для отчеловечивания приматов и архантропов это допустим генетик то есть ДНК. Еще раз как это работает допустим при очеловечивании кем очеловечивали у нас арии которых мы с вами видели в Даргавсе да но это в поздний период в ранний период сами боги вот эти дети Эля все эти 12 очеловечивали они какой вид имели они имели видимо вид телых материальных он был максимальный максимально развитый мы их видим как они выглядят красивые то есть по какому-то образу и подобию программа их построила такими и это максимум достижений разумеется в них генетика максимальная и в этой же генетике так как она самая сложная есть все необходимые допустим функции для того чтобы туда вошел вот этот полевой или вошла эта полевая структура и произошел обмен информацией между этим полем и телом может быть мы митохондрии с вами убрали медиах хлорианы как приспособление то есть все допустим второе у нас тезис или второе предположение что это все находится именно в гене и вот получая я уже так говорил при оплодотворении архантропа или примата мы это с вами уже долго рассматривали ребенок наследовал половину генетики 50% согласно биологии обезьяны и 50% от создателя вот этого высшего человека эти высшие люди мы тоже с вами уже говорили что не могли и материализовываться в этом максимально полученном или предусмотренном программой виде либо развиваться в процессе там вот этой вот дальнейшего очеловечивания по восходящему пути смешиваться и с подводными и со всеми вот так вот они получались там в конце античного периода мы еще далеко далеки до них то есть предположим что действительно ген бога при попадании в ген животного он перестраивал животного 50 на 50 потом в процессе дальнейшего отчеловечивания этих семи поколений он вытеснялся но вытеснялся тоже не до конца то есть ген животных до конца не уберешь скорее всего а может уберешь может быть и нет все равно привязка к материальному миру эта земля ген животного он должен остаться и какие-то инстинкты у человека все равно остаются и инстинкт питания и самосохранения и размножения у человека есть в виде инстинкта а допустим чувство это уже другая вещь то есть видите если у обезьяны в общем-то просто инстинкт размножения а у человека это все выше у него инстинкт размножения в правильной прострации происходит через любовь сначала любовь чувство а потом включается инстинкт размножения и вот это тоже одна из таких определяющих факторов одной из определяющих факторов отличия человека от животного напомню что согласно зороастризму человек от животного как раз и отличается свободой воли то есть животное это те самые сущности такие же выделенные из бога которые отказались от свободы воли и играют роль животных а мы приняли всю эту ситуацию и играем со свободой воли выделяясь в игру бога то есть прокручиваясь набирая для него информацию в надмирах и уходя в нирвану туда к нему где он опять распыляет и он с нами договорился об этом когда-то еще в том когда он выделил все эти миллиарды сущностей из себя то есть получается что отличие человека от животного по который это наличие у человека свободы воли и действительно официальная наука достаточно хорошо отвечает на этот вопрос чем сознание человека отличается от сознания животного осознание человека отличается от сознания животного наличием именно самосознания или той же свободы воли о которой мы говорили то есть человек может помыслить я делаю то-то а животное имеет свое я но его полностью не осознает сознание животного проявляется в инстинкте но инстинкт это не самосознание то есть свободы воли у животного нет но давайте немножко поговорим еще об инстинктах животных то есть это программы которые внедряются в животных причем не сразу не с рождением вот родился допустим маленький представитель любого из животных что он сразу делает он начинает ходить в отличие от человека то есть цыпленок из яйца вылупился он сразу скачет и ищет еду то есть у него инстинкт в общем-то еды причем цыпленок пугается если не так что-то сделать там резко значит у него инстинкт самосохранения присутствует и он в принципе благодаря этому инстинкту самосохранения и к своей маме там лепится у млекопитающих тоже этот инстинкт еды он в общем-то родился он уже умеет сосать молоко то есть инстинкты при приема пищи у него присутствуют в таком формате но дальше появляются различные другие инстинкты то есть животных вы видите никто ничему не учит то есть да там говорят что птицы учат своих цыплят летать но как они учат они сталкивают полетел полетел не полетел не полетел то есть включился инстинкт или нет то есть это программа опять получается что по мере развития вот эти маленькие мозги их этих животных они догружаются программами родился я не думаю что это все заложено сразу потому что птицы летящие на юг они действительно напрямую с программы этой задействованы с этим информационным полем и так во многом проявляется информационное поле и у людей она часто в различных ситуациях проявляется но вот у нас что получается то есть она не думает мыслительного процесса нету и в процессе своей жизни происходит догрузки достижение определенных видов определенного возраста у человека то же самое происходит то есть у человека происходит всякие психологами установлены различные виды изменений человека там три года шесть лет там до пяти лет у него там офис не закрыт там когда прямая загрузка видимо еще идет и так течение жизни у человека тоже загрузочные вещи есть но человек в отличие от животных он учится то есть он учится через свои органы восприятия через опять же слух слова и глаза читает смотрит фильмы животных такого нету то есть у них обучения нет у них прямая загрузка в общем как вы поняли виде дополнение их инстинктов в процессе жизнедеятельности у человека кроме дополнения его части животные вот этими инстинктами у него происходит еще процесс самообучения а обучение оно как действует то есть вот это самообучение так как мозг человека получается уже готовый фрактал богу он тоже может саморазвиваться вот наше основное отличие то есть мы саморазвиваемся и об нам образование духовность культура она дает определенный поток саморазвития ну я думаю это и так все знали или представляли я просто пытаюсь это сформулировать и так что мы с вами имеем человек имеет инстинкты и чувства в зависимости от животных и главное свободу воли ту свободу воли который дал высший разум тем миллиардам сущностей которые выделил из себя верхних надмирах которые там и находятся то есть получается что путем очеловечивания создается условия сосуд для воплощения одной из этих миллиардов сущностей в нас ну в ком-то из нас и мы все с вами именно такие как это происходит сказать очень сложно но я думаю что воплощение вот этих миллиардов сущности но немного отличается от воплощения брахма если брахма просто из себя выделяет это воплощение но при этом он остается там же наверху там он спит сейчас его воплощение там работают имея свободу воли то есть он просто копии со свободой воли посылает да но это в боге три единства и божественный характер так и действует также бог и себя выделил все эти миллиарды сущностей как самостоятельные но эти самостоятельные миллиарды сущностей так как был действовать не могут потому они оттуда фактически уходит то есть они являются нашим одним из астральных тел у нас же с вами есть и эфирное тело и астральное тело не астральных вернее и ментальные тела они являются у нас менталах ну соответственно действуют и создают все эти остальные тела то есть скорее всего оттуда переходит вся эта душа которая здесь играет развивается и уходит как приспособление или инструмент туда в нирвану проходит эти колеса сансары четыре архетипа на которые все это разделилось еще раз немножко уйду в верхний мир то есть как получается я думаю как происходило логически то есть вот три мурте у нас в третьем мире выделился уже брахма создатели он у нас та часть этого три единства которая отвечает для за создание и брахма скорее всего создал не просто вот эти 11 которые создали всех остальных но может быть каким-то образом это скорее всего его проекция уже на земле так воплощение создает создавались скорее всего брахма и есть он сразу же создал вот эти вот все миллиарды сущностей по принципу вот этого тетраморфа то есть там он создал их разделил свое сознание сначала на 4 потом на 12 а потом разделил на все что можно и и миллиарды они которые там существуют они также разделены на вот эти вот 12 архетипов разделенных на 4 основных группа а проекции их проявления или воплощение на земле они вот здесь вот по родовому принципу так создают то есть 12 создавал зевс зевс он воплощение самостоятельная часть выделенная из брахмы которые действуют и он здесь родил этих различными путями этих богов 12 которые создали все человечество в виде опять же 12 раз и те вот каждый так и воплощался из вот этих вот миллиардов душ то есть у меня такое пока предположение чем бог отличается от человека то есть бог действует на земле в виде выделенной из себя опять части которая является самостоятельной со свободой и волей но вот эти все части то есть или и зевс или то не совсем зевс или брахма эль брахма зевса то не совсем брахма это его копия выделенная воплощение а воплощение этих миллиардов душ она происходит целостным ну вы поняли примерно о чем о чем я говорю то есть они все-таки не боги то есть по пока у нас предположение такое но мы это не знаем мысль я строю это только логически но еще немного откатимся к животным то есть получается логически что вот это тут все объемлющий все проникающий разум он действует во всех биологических организмах по-разному в деревьях он действует так там даже инстинктов нету там заложенная программа роста там сброса листьев там и плодоношения в траве по-другому в микробах там вообще по-своему то в простейших чем проще мы знаем что простейшие микроорганизмы дома нету сложнее 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 это все у нас происходит там нового деления флора и фауны разумеется тоже на простую сложную то есть проявление этого разума оно происходит в этих микроорганизмах передачи программы согласно цифровую программу их уровню развития то есть их сложности у нас есть допустим различные этом ступень этих животных и они проявляются не только в усложнении их физических тел там появление там теплокровных животных от холоднокровных там насекомые нас там вообще хитиновые то есть у них проявляются и к высшим животным определенные даже чувства но они еще не люди свободу воли они еще не совсем в общем-то ее признают вот тоже интересный момент что допустим у нас насекомые имеет там несколько инстинктов там размножения еды самосохранение это не все насекомые имеют инстинкт самосохранения дальше нас появляются млекопитающие там простые и сложные у них тоже все эти наборы инстинктов но вот высшие животные да у них появляются задатки органов чувств задатки чувств кроме инстинктов допустим ну да дикие животные не своеобразно они как вот эти программы вот волкн своеобразных он не испытывает скорее всего ни любви ни ненависти у него вот чисто такой непонятный движ потому его приучить нельзя то есть у него выполнение строгих функций инстинкта хотя кто-то видит душу в волках но она есть понятно только она без свободы воли он полностью привязан к верху хотя есть люди которые в них будет каким-то образом редкость очень большая но в волках они по крайней мере этого человека они признают но других нет это сложно все пока уберем но вот у нас есть домашние животные вот мы с вами видим что кошки собаки в них проявляются какие-то чувства чувство привязанности у собак даже чувство любви происходит какое-то вот у высших животных но что здесь нужно отметить что домашние животные даже официальные ученые признают в них присутствует геном человека и как мы поняли что процесс искусственного антропогенеза когда очеловечивали обезьян в людей как сосуды он происходил и с домашними животными то есть реальное домашнивание происходило не путем приручения а тоже путем того же жреца которые садили козочек в тарские ящики мы в крыму находили такие тарские ящики и там следы баранов и всего остального и допустим резал руку и бараны оплодотворялись да у них иногда химеры там рождались непонятные но в основном вот так вот и получали домашних животных то есть домашние животные это дикое животное в которой внедрен геном человека в определенной пропорции как-то они это делали но механизма мы с вами конечно не знаем знаем что это говорят ученые то есть домашние животные да не продукт очеловечивания человека там путем дрессировки а продукт именно вмешательства в генетику как в принципе любое развитие которое у животных происходит мы понимаем она происходит только путем вмешательства в генетику высшим разумом ну здесь тоже человек используя высший разум в различными путями он из животных очеловечивала о домашнего вернее они очеловечивала и домашние животные у них минимальный набор у многих вот этих вот чувств он у них присутствует то есть собака тебя любит действительно либо ненавидит в таком формате но при этом вот такая интересная вещь то есть странные вот эти воплощения то есть вроде бы должны воплощаться те которые не договорились договорились с богом что они не будут иметь свободу воли а тут какое-то пограничное состояние получается что в домашних животных что вообще человеческие души заходят вот непонятно для перевоплощения тоже вопрос который требует ответа и так предварительный вывод что же такое человек человек это животные инстинкты плюс чувства плюс самосознание и плюс свобода выбора человек это воплощение одной из миллиона сущностей которые создал бог над мирах выделив из себя но благодаря свободе выбора они самостоятельные то есть они фрактальны богу ну конечно же не со всем объемом его функции конечно многие из вас спросят а зачем нам это вообще все нужно я отвечу так чтобы понять реальную историю нам надо понимать хотя бы образ предыдущей цивилизации их возможности и мы с вами понимаем что цивилизации у нас понисходящие то есть первые цивилизации были самые развитые что мы видим с вами даже по той же античке максимальные технологические возможности и максимальная архитектура максимальное искусство все мы это с вами уже проходили и все это уже понимаем да и мы понимаем теперь что люди знали вот это вот все мироустройство для них это была не религия а жизнь они понимали откуда произошли люди они понимали взаимоотношения с богами то есть с этими субстанциями а в этом едином поле представьте действуют программы вот этих вот всех богов тех же покровителей этих народов которые не породились у них есть там верхних мирах их основы здесь они в проявлениях находится основы их то там и вот эти храмы которые молились как говорят а на самом деле не молились а разговаривали так как по александру романову это устройство связи они могли общаться и с воплощенными своими создателями с тем же яху с тем же гераклом и вот этими всеми создателями 12 раз а могли обращаться и к их получается божественным фундаментом ну то есть божественным основам так как это воплощение еще и еще раз и все это корректировалось получается даже имея свободу воли то есть он выпустил брахма у нас своего или сюда как воплощение со свободой выбора да со свободой воли и влиял на него в процессе нет не смог так как ушел видимо в сон или сразу он ушел в сон но мы там еще разберемся и также вот такая ситуация происходила со всеми этими богами то есть этой программе плавали единого вот это божественной программе все проникающие плавали выделенные программы их всех и наши же все эти ситуации как мы понимаем вот ангелы-хранители это те кто решил не играть ну то тоже они на нас как бы влияют и подсказывают то есть все это физически получается вообще все объяснимо и образ прошлой цивилизации которая владела как говорит у нас звездных войнах что действие силы она влияла и на материальные объекты джедаи поднимали горы как мы видели камни большие то есть вот вам все это есть и связь еще с технологиями то есть здесь все вырисовывается связь с этим волшебством которые говорят что был волшебный мир и люди имели магические свойства все это делалось через вот эту силу бога или единое вот это вот поле саморазвивающиеся вот в чем вопрос и теперь мы смотрим на эти прошлые цивилизации совсем с другой стороны и совсем под другим углом понимая это то есть нам объясняет все до чего докопались альтернативщики весь этот пласт информации и по магии и по передвижению камней там и и по материализации дематериализации которая происходила в то в той же мифологии то есть получается у нас зевс семей приходил материализовался вид там юноши пришел к ней зачал ребенка но когда она попросила его прийти взяла с него клятву в своем истинном виде подозревала что-то он пришел в виде грома и молнии в своем астральном виде и она сгорела но это все сложные очень вещи но по крайней мере я рад что удалось не это немножко сформулировать и мы теперь благодаря вот этой вот информации будем дальше развиваться так сказать в понимании того реального мира который существовал и действительно пусть это не все я учел здесь потому что это огромное наука теология нам противостоит наука о боге который говорит нам совсем другое и только части выдает но здесь я думаю все таки и вам понравилось что что я смог сложить но в заключении я представлю вам еще несколько уточняющих тезисов развития разума в человеке от первых поколений гибридов конечному образцу действительно существуют а у животных подобного нету их как создали они такими и остаются пока разум или бог не внесет них коррективу или человек какой-нибудь через этот разум не внесет коррективу или как теперь в лаборатории генетической материальным способом то есть животные у нас конечных как создали так и остаются а вот очеловеченный человек или примат он развивается как раз семь поколений как мы понимаем до близкого вида а потом развивается еще дальше доходит до самой высшей точки своего развития в материальном мире тех кого мы видим на античных статуях следующий тезис развиваются только те животные в которых внедрен ген бога днк носителя разума либо эти митохондрии но как мы понимаем людей в общем-то делали не только из приматов мы с вами понимаем по фетиде что там и морские млекопитающие или высшие представители морского мира там тот же тритон это гибрид человечный осьминог и с подземными это делалось каким-то образом то есть со всеми представителями и там их сколько хочешь может быть вообще плюс еще между ними потом происходили браки как та же фетида и пилай да пилай земной человек был от приматов а фетида от подземных представителей оба от подводных и она все равно форму вот этих божеств начинала принимать хотя у нее там ноги были но милюзина без костей там и определенные плавательные функции видимо жабрами но форму она принимала такую что ну при представьте как бы по-другому с ней пилай вообще бы произвел потомство следующий тезис развитие человечиного животного происходит по принципу вытеснения из поколения в поколение животной генетики но как мы с вами опять же понимаем происходит и обратный процесс это процесс восходящий когда идет под постоянное вытеснение причем вытеснение идет путем саморазвития мы теперь понимаем самообучение саморазвития повышение духовности а духовность это в общем-то следствие образованности во многом. Ну там еще отрицательные рудрышивы конечно влияют, а есть нисходящие. Нисходящие это когда вот отрицательные рудрышивы победили, отсеяли этого неустойчивого так сказать носителя и начали его наоборот вводить в животное состояние. Следующий тезис. Чем больше вытесняется животная генетика, тем больше появляется возможность у разума связываться с данным индивидуумом. Откуда и приходит все творчество развитому человеку. Но кроме творчества как мы понимаем еще приходили возможности волшебства или магии. То есть чем развити тем серьезней. Сейчас многие эзотерики по-разному говорят, что у нас от этого отсекли, там какие-то купола стоят, чтобы магии не развивались. Но я на самом деле думаю, что немножко по-другому. То есть нисходящий уровень цивилизации просто довел нас сейчас до минимального вообще человечного состояния. То есть у нас еще столько функций не открыто и причем у всего социума. То есть мы просто неразвитое население и очень сильно отличаемся от античников. Никто из нас ни камни толком не двигает, ну тут там ручку может взглядом поднять, тут еще чего-то. Какая-то группа населения способностями обладает. Может быть та, у которых медиахлориан больше, чем у других митохондрий. А может быть там по другим принципам это происходит. Но эти принципы случайны. Обучиться этому в общем-то невозможно. То есть человек, вы понимаете, он подпитывается той информацией благодаря чему-то, что находится в нем или немножко улучшенный ген или эти митохондрии или медиахлорианы. Либо по другим принципам. Но сколько ты не учись, допустим, волшебству, волшебной палочкой, ты ничего не сделаешь. Да, можно там что-то читать, начитывать, ну как вот у нас многие делают те, которые себя называют колдунами. Но опять тут нужны способности больше, чем обучение. А эти способности, как мы понимаем, они опять происходят от связи, от своих внутренних отличий от других более развитых, так сказать, либо митохондрий, медиахлориан, либо гена. И происходит это только через вот эту связь с высшим разумом. И получение возможности пользоваться его некоторыми программами. Следующий тезис касающийся искусственного антропогенеза. Все так называемые промежуточные виды первых людей это просто стадии развития отчеловеченных приматов. Причем приматов разных пород. Ну и понятно, что разные породы приматов давали разную скорость очеловечивания и различный результат. Но еще мы с вами хорошо понимаем, что в мире происходит селекция. То есть все время посылаются разные волны, вот этих вот вновь созданных. То есть создается сначала высшие животные, тоже этим высшим разумом, ну где-то может быть высшими людьми, как представителями этого разума. Потом они очеловечиваются, вот их много в мире происходит. Много конкурентных, так сказать, видов, которые бьются за выживание фактически, за доминирование потом. И вот мы много раз уже говорили и в эксперименте вселенная 25, потому что у всех этих видов оказывается происходит экспоненциальный рост, площадка и спад. Их надо подмешивать дикими, так сказать. Материала на земле практически сейчас нету этого воспроизводства, то есть делается этот вторичный антропогенез. Вот русский народ, все рожали вот тот вид народ, который мы сейчас называем русским. Мы понимаем, что настолько отличается от того, кто лежал в склепе Доргаса от этих людей, но они у нас погибли фактически во второй половине 19 века. Мы были запущены, но мы раньше там тоже появились, там все процессы долго переходные идут. Вот у нас был экспоненциальный рост в конце 19 и в первой половине 20 века, когда русское население рожало. И тут же мы поехали вниз. Сейчас тоже самое в Японии происходит у них провал. Сейчас и в Китае начнется провал. Ну ясно то, что происходит селекция, то есть как-то всех смешивают. Кто-то над этим всем стоит. И согласно допустим у нас антропософам, теософам, они вот представляли в начале 20 века, что будет планета тормоз. Вся будет населенная китайцами, они всех поглотят как новая вот эта вот система. Но воплощение опять пойдет. То есть меняются сосуды, может быть у этого населения меньше возможности. Вот допустим ты развился во многих жизнях, ты стал поэтом, писателем, магом. И тут ты вселяешься, ну в мире опять всех уничтожили и появились этим люди непонятные, новые сосуды, да. И ты вселяешься в сосуд какому-нибудь племени там невменяемым. У тебя такие способности, а ты их развить не можешь. Они у тебя все заблокированы. Вот у человека начинается несоответствие своей этой сущности и внутренняя борьба. То есть сущность пытается его вытянуть, а его животный инстинкт тянет назад и вот такое же происходит. То есть как с этим бороться тоже непонятно. Мы с вами пока замечаем как может быть и как бывает. Ну и предполагаем конечно же. Следующий тезис. Создатели, те кто занимался искусственным антропогенезом, это продукты долгого развития и долгой селекции. Их самих до этого также создали. Потому что очень маленькая часть из них материализовалась. В основном их всех создали. И создали их предыдущие. То есть создатели это люди или биологические объекты. Они находятся в материальном мире. И имеют максимальное развитие разума, возможное в этом материальном теле. И имеют максимально возможное развитие самого материального тела. Ну и понятно, что в этих создателях максимально проявляются воплощенные вот эти вот миллиарды сущностей, на которых разделился Бог в надмирах. В таких им конечно хорошо воплощаться. Потому что они прошли большой путь воплощения. Ты в развитом воплотился. И ты можешь дальше проявлять все свои функции и развиваться выше. Вот если допустим кто-то из нас был в прошлой жизни гигантом и всем этим обладал. Умел там и дождь вызывать, и камни с неба останавливать. И имел огромное количество зданий. И тут ты родился в теле там жителя какой-нибудь подмосковной деревушки. И ты не можешь развиться. Бесишься, бьешься. А толку никакого нет. То есть ты не можешь даже достигнуть тех высот, в которых ты был в прошлой жизни. То есть как с этим исходить непонятно. Ну то есть жить то надо, все равно продолжать стремиться. Но вот эта вот материальная ситуация, которая в мире происходит, потому что соответственно таким людям, молодым народом, как какими и мы являемся в общем-то, у них и среда обитания такая же молодая. То есть не отрегулированная. И преступный мир, и коррупции, и политики такого же уровня, как они сами. То есть прорываться тяжело. Но в том и развитие цивилизации в общем-то проявляется. То есть все равно опыт нарабатывается. Это называется возврат на ступень ниже. Итак, я в этом фильме собрал все, что пока мог собрать. Мы с вами ничего не знаем толком, только видели. Мы наблюдатели. Большое число из нас, кто сейчас это все смотрит, мы не имеем специальных знаний. Но стараемся их с вами получить или представления хотя бы получить. Может быть в какой-то части своей жизни мы перейдем к практике. Итак, смотрите сами, пишите комментарии. Я думаю, то есть все, что я сейчас знал, я немножечко построил в определенную схему. Итак, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok